Что тышится поводки, то ситуация в регионе зараз стабильная. Рост узровню воды за этот тыдень у паравнания с минулым снизился. На реках Сож, Березина и Днепр, и он достигает максимальной отзнаки у 10 сантиметров. Высокого половодия в этом году мы не ожидаем, так как зимние поводки уменьшают высоту подъема уровня весеннего половодия. Но весеннее половодие будет еще также зависеть и от синаптических условий, в которых оно будет развиваться. Весновая поводка будет залежить у первую шаргу от колькости опадков, которые выпадут у лютым. Моцные дожжи по куль не прогнозуются. Однако храм приватных домов рекомендует уважливо сошить за ситуацией и распочинать подрыхтовку до поводки уже зараз. Необходимо очистить свои дворовые территории от мусора, скопившихся за зиму. Поэтому определить места возможного скопления воды. И если имеется лед, необходимо его разбить, дабы предотвратить состояние воды на территории двора. Гражданам, которые проживают непосредственно в близости от речных водоемов, необходимо наоборот постараться при помощи подручных средств оборудовать свои дворы, чтобы вода не попала к ним на частные придворовые территории. Межтым нехарактерные для початку лютого умовы надворья посприяли поменьшению толщины льда. На им з'явились расколенные, что вельми небеспешно для рыбаков. При этом, по прогнозах синоптика, толщина ледового покрытия, якая зараз досягая 10 сантиметров, будет снижаться и в ближайшие дни. Соправдные аматоры зимовой рыбалки готовы выходить на лед при любых умовах надворья. На озере Любинское на минулом тыдне они находились, даже когда шел мощный дождь. Но при этом больше из них гребут обычными правилами безопасности. На Любинском озере завсюду шматлюдно. У особенных местах лед трывал до 20 сантиметров. Однако в Оголе он начинает разбираться. Не смотря на заборону, люди по-ранейшему выходят рыбачить. Для многих из них это любимый заняток в жизни, от которого они не могут отмолиться, даже для уластной безопасности. Ребята у меня взяли, мне уже 90-х годов. Ну, так уже, как говорится, кости немножко похолодить. Всю жизнь эта самая рыбалка, и отдых, и все то, что тут накопилось, здесь все выходит. Полохая не то, что люди выходят на лед, а то, что навод не мают при себе сродка обеспеки. Так отзнашают воротовальники, на думку яких рыбаки различивают только на удачу. Люди должны соблюдать все меры предосторожности. Прежде всего находиться на льду более стойким, крепким. Находиться подальше от различных промоин, где лед хрупкий и достигает всего лишь несколько сантиметров. При себе иметь не все необходимые индивидуальные спасательные средства. За гэтый год воротовальниками попереджено 700 надзвышайных выпадков на воде. Однако за уластное житё кожный повинен отказывать самостоянно. Дмитрий Котов, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова